Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение Евангелия от Иоанна, 17 глава. После сих слов Иисус возвел отчество и на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Итак, Господь рассказал ученикам о том, для чего он пришел в мир и ради чего пойдет на крест. И хотя, казалось бы, все уже предначертано, все решено, все известно, тем не менее он начинает молиться. И молитва эта носит продолжительный характер. В Евангелии отведена целая глава, 17 глава. Молитва эта в науке, хотя достаточно поздно, получила название первосвященческой. По аналогии с той молитвой, которую произносил первосвященник в день очищения, праздник Иоанн Киппор, когда входил в святая святых. Здесь он молился о себе, о израильском народе и, наконец, о всем мире. И вот эти три части, они и действительно могут быть выделены, они очевидны в той молитве, к рассмотрению которой мы сейчас с вами переходим. Ну, а кроме того, мы с вами встретим и указание на будущую смерть, на ее жертвенный характер. Господь скажет, что он посвящает себя за своих последователей. И это слово, оно уносит действительно такой религиозный характер посвящения. Мы знаем, что какие-то вещи, они посвящаются Богу. И Христос посвящает то, что произойдет Богу, он отдает свою жизнь. И эта смерть будет носить жертвенный, искупительный характер. «Прославь сына твоего, да и сын твой прослави тебя». Дело в том, что смерть в четвертом Евангелии воспринимается не столько как унижение. На страданиях не ставится ударение. О ней говорится как о прославлении. Почему? А потому что она является исходной точкой для будущей славы. Вообще, тема славы, как мы с вами увидим, является центральной для этой молитвы. Собственно говоря, о славе Христос и молится в ней. Но прославление, последующее, оно невозможно без креста, без воскресения. И поэтому, как бы, евангелист и сам Спаситель в первую очередь эти события объединяет вместе. Потому что они не существуют по отдельности. Их нельзя никоим образом отделить друг от друга. Они существуют только совместно. Смерть, воскресение и вознесение. И поэтому это путь к славе. Это путь к Отцу. И тем самым, Евангелист и сам Спаситель на страницах 4 Евангелия смотрят на эту смерть совершенно другими глазами. Он видит в этой смерти не столько позор, не столько отвержения, не только лишь страдания и унижения, которым он будет подвергнут. Он видит в этом залог будущей славе. Голгофа – это путь к ней. Так и дал ему власть над всякую плотью, да всему, что дал, он даст он жизнь вечную. В конце Евангелия от Матфея Христос, собирая своих учеников в Галилее, говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Это власть, которую он получает как Господь этого мира. Но здесь Иисус Христос говорит о том, что эта власть у него уже сейчас имеется. Это подчеркивает, что на самом-то деле все события, которые произойдут в ближайшее время, они не являются своего рода подчинением истории, подчинением каким-то событиям, каким-то людям. Христос осуществляет тем самым свою власть. Но власть его – это не власть какого-то господства, не власть манипулирования. Бог наделяет его своей властью, Бог отдает ему свою власть для того, чтобы он дал людям вечную жизнь. То есть они получили спасение. И тем самым, если обычно люди используют власть в каких-то своих целях, в целях обогащения, в каких-то своих корыстных интересах, то здесь все прямо противоположным образом. Власть Сына Божия в этом мире реализуется через смерть. То есть эта смерть, она отдает, передает его жизнь миру людям. «Сияя жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, вечная жизнь – это не только исполнение заповедей. Для того, чтобы их исполнять, нужны правильные, верные представления о Боге. Именно они являются исходным посылом для того, чтобы впоследствии осуществить этот строй заповеди своей жизни. А верное представление о Боге, оно состоит именно в том, что Бог и Иисус Христос, они обладают единым божественным достоинством. Более того, мы видим, что это единство Бога тем самым нисколько не нарушается. Единый Бог – это истинный Бог и посланный им Иисус Христос. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое получил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую имел у тебя прежде бытия мира». Исполнение замысла Божия в служении Иисуса Христа стало его прославлением на земле. Собственно, об этом мы каждый раз и говорим, читая молитву «Отче наш». «Да, да светится имя Твое, да будет воля Твоя на земле так же, как и на небе». Исполнение воли Божией на земле прославляет Бога. И в ответ на это прославление Бога в земном служении Христос просит о том, что и Отец бы прославил Его той славой, которую Он имел изначально. То есть речь идет о последующем вхождении Его в ту небесную славу, которая носит надмирный характер. И последующий текст является как бы расшифровкой и своего вышесказанного и своего рода итогом служения Христа. Что же Господь сделал? Он говорит, я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Что значит откровение имени? Отчасти мы с вами уже говорили об этом в предшествующих беседах. Имя по семейским представлениям – это не просто то, что выделяют одного от другого. Имя отражают сущности. И откровение имени в данном случае – это откровение Бога. То есть то же самое, о чем речь шла в предыдущем стихе. «Жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и послана Того Иисуса Христа». Ученикам был открыт Бог, но Бог в совершенно новом статусе, в статусе единства Отца и Сына. И это откровение, это знание сообщает им вечную жизнь. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Итак, вот это единство, открытое ученикам, было ими воспринято. И это восприятие, это понимание, оно и подводит итог под служением Христа. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые дал Мне, потому что они Твои, и все Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них». Христос действительно как бы не только прославил Отца в своем служении, но и ученики, приняв то, что Он сказал, то есть, как бы оказав Ему содействие, помощь своего рода, они, те, кто сделали это осуществление замысла возможным, они прославили Христа. Он говорит, я прославлен в них. Ну, точно так же, как мы бы сказали, что, да, если ученики достигают каких-то результатов, то тем самым они прославляют своего Учителя. «Я уже не в мире, но они в мире. Я иду к Тебе. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едины, как и мы». «Когда я был в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал Мне, и я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость, мою совершенную». Итак, самое главное, то, что является олицетворением ученичества, то, что подтверждает несомненную связь последователей Христа с Богом, это единство между ними. потому что это единство не является просто согласием, отсутствием трений, привязанность, доброжелательность или что-либо подобное. Это единство дается свыше. Единство между учениками уподобляет их Богу, единому Богу, единству между отцом и сыном. И здесь мы видим, что вновь отношения внутри Троицы, они как бы переносятся, они тем самым отображаются в апостолах, в учениках. Конечно, все это должно привести их к радости, и поэтому говорит о том, что ученики в себе должны иметь радость мою совершенную. То есть радость, единство с Богом, она тем самым должна постоянно пребывать с учениками. И эта радость, она является самой важной, центральной в жизни. Потому что обычно, когда мы печалимся, когда нас чего-то лишают, когда мы не получаем то, чего хотим получить. Но действительно, во-первых, человек не может удовлетворить в жизни все желания, какие бы они ни были. И если его жизнь, она направлена лишь только на удовлетворение каких-то своих желаний, потребностей, то, по сути, она приобретает земной характер, утрачивает свое земное содержание. Но есть радость, на которую ничто не может повлиять, которая, как мы уже слышали, не может быть никогда отнята. Это радость единства с Богом. И вот на эту радость не могут повлиять никакие обстоятельства, никакие трудности жизни, ни даже гонения, о чем речь была выше в прощальной беседе. Вот эту радость и оставляет, и передает Христос своим ученикам. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Итак, радости, которую получат ученики, будет противостоять ненависть мира. От этой ненависти мира никто их не избавит. Она для них не должна являться чем-то необычным, новым, непонятным. Наоборот, Христос говорит о неизбежности этой ненависти, поскольку сами ученики, они выбраны, они отделены от этого мира, и для мира они являются чужими. И как чужаки по отношению к этому миру, они, естественно, этим миром будут неприняты и даже ненавидимы, отторгнуты. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твою, слово Твое есть истина». Итак, с молитвой об ограждении учеников Господь просит, чтобы они в этом противостоянии миру были наделены теми дарами, которые могли бы им сохраниться, которые могли бы их уберечь. И эти дары – это прежде всего освящение истину и слово Твоей истины. То есть, другими словами, это хранение истины. Потому что на самом-то деле, конечно же, мы это слышали уже, опять же, в прощальной беседе, единство с Богом, христиан, оно может быть оспорено другими людьми, оно может быть отвергнуто, оно, более того, как мы слышали, будет причиной гонений. Но это не означает еще, что этого единства не будет, что оно является ложным, призрачным. Ученики будут освящены истинною. И это освящение истины, хранение истины – есть дело Святого Духа. Потому что именно Святой Дух, Дух истины, освящает последователей Иисуса Христа. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». То есть, другими словами, ученики перед тем, как отправиться в мир с проповедью, будут освящены истиной. И знания истины, истины о Боге, истины о спасении, они понесут в этот мир. И здесь говорится именно о принадлежности к истине. Я хочу напомнить, просто забегая вперед, известный диалог, который происходит между Понтией и Пилатом, Иисусом Христом в момент суда над ним, когда Пилат спрашивает Иисуса Христа, что же он является царем, тот отвечает, «Ты сказал, Игорь, я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, всякий то от истины послушает слово моего». И, в общем-то, Пилат произносит известную фразу, что есть истина. Об этом еще и речь впереди, но сейчас для нас важно, что именно это обладание истиной, оно является как раз прерогативой христианства. Евангелие Атеана писалось уже на рубеже первого и второго веков в условиях сформировавшегося десятилетиями конфликта между иудейством и новообразованной молодой христианской церкви. И поэтому в этом споре, в этом противостоянии, как бы, евангелие подчеркивает, что христиане, они несут истину, что истина на их стороне, потому что она сообщена им, самим Богом, в лице Иисуса Христа. «Не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они будут в нас едино». Другими словами, вот это единство, о котором было сказано до этого, не является какой-то замкнутой группой, закрытой от всех других людей. Нет, это единство с Отцом и Сыном, оно будет расширяться, в Него войдут множество других, тех, кто уверует в Слово апостолов, те, кто примут их проповедь. И это единство, опять же, не только факт, но и задание, оно является подспорьем, оно является необходимым условием последующей проповеди. «Да уверует мир, что ты меня послал». Потому что мы понимаем, что если в церкви, а, к сожалению, ни наше время, ни предшествующая история церкви не является здесь исключением, любые раздоры, разногласия в церкви, они всегда людей отваживают, отвращают от нее, потому что действительно, и это понятно, последовательные Христа должны быть объединены друг с другом. И действительно, если они проповедуют миру и весть о едином Боге, то действительно единство, оно должно быть соприродно им. А если этого нет, то получается, что их провозвестие, оно вступает в конфликт с данностью, с тем состоянием, в котором они сами находятся, даже по отношению друг к другу, вражды, взаимных обвинений, каких-то несогласий. И поэтому Господь молится, «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Потому что действительно, это единство, оно принесено, было и Сыном Божиим, Иисусом Христом, и является даром свыше, и осуществиться оно сможет только благодаря Нему и Его спасительным деяниям. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершенно воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Итак, слава, которую передает Иисус Христом ученикам уже здесь, сейчас, в данный момент, момент своей молитвы, это, конечно, не та слава, которая и ждет их впоследствии. Они, он скажет буквально через несколько сяков, он как бы выдает им задание. Это программа их будущей деятельности, то, чем они должны жить после его ухода из мира. И их деятельность, она, как мы уже говорили, будет принесением плода, она будет реализацией этого замысла, этой программы, а тем самым и прославлением Бога. То есть, вся их жизнь, что бы она собой не представляла, какие бы лишения им не предстояло испытать, что бы их не ждало, она все равно будет прославлением Бога. Потому что, слава Богу, она не зависит от обстоятельств жизни. Она носит иноприродный, как бы надмирный характер. И поэтому прославлять Бога можно везде и всегда. И эта слава, она как раз никак не связана с земной славой. Или, как в Евангелии от Иоанна говорится, славой человеческой. Более того, эта слава, она, несомненно, противостоит ей. Кто ищет славу человеческой, тем самым исключает из своей жизни славу Божию. Она, эта слава, не оказывается, ему, человеку, не нужна. Отче, которых ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, довидеть славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде оснований мира. Итак, тема славы продолжается. Но это не та слава, о которой мы с вами только что говорили. Это другая слава, слава, которую Сын Божий имел изначально. И вот эту, как бы, вторую славу, славу, которая ждет учеников не на земле, а за пределами этого мира, Иисус Христос обещает своим последователям. Он говорит, чтобы они видели эту славу. Но это виденье, это не просто пассивное восприятие, как мы смотрим, например, в телевизор или в монитор. Это виденье означает причастность, сопричастность этой славы. Точно так же, как Христос говорит о том, что он видит своего Отца. Такая фраза в Евангелии от Иоанна нам встречается неоднократно. И понятно, что это виденье Отца. Это не просто какое-то такое, что отец действительно показывает, как что-то может показывать. Это другой человек. виденье означает эту уникальную связанность, сопричастность, единство, о котором мы так много сейчас говорили. И вот это ждет учеников. И поэтому молитва первосвященническая это как раз молитва о двух славах. В начале этой молитвы, 17 глава, Господь говорит о том, что он прославил Отца на земле и теперь просит о том, чтобы все события, которые должны произойти в ближайшее время, они бы осуществили соответствие с замыслом Божиим, с его волей. Итог этих событий это то, что он войдет в неземную, в надмирную славу. А в конце молитвы мы слышим о том, что и ученики должны приобщиться к этим двум славам. Славе прославления Бога на земле и надмирной славе будущей жизни. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сие познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. По сути, эти слова повторяют все то, что было сказано до этого. Такие фразы, такие утверждения мы уже встречали в предшествующих разбираемых текстах. На самом-то деле повторение это характерный стиль четвертого Евангелия. И в то же время это такой концентрированный итог всего предшествующего. Отче праведный, действительно праведность Бога явила себя в деяниях Иисуса Христа. Она не может быть оспорена. Пусть к нему относятся по-разному. Пусть может быть даже многие считают его деяние, его слова неправедным. Праведность его подтверждается праведностью его отца. Мир тебя не познал. То есть действительно мир не познал Бога таким, каким он явил себя в Иисусе Христе. Но я познал тебя. То есть другими словами это познание предполагает, что действительно все то, что делал сын, оно является осуществлением замысла отца. Отец знает сына сын знает отца и вот это знание отца. Он показывал каждую минуту своего служения. Но и сие познали, что ты послал меня. Другими словами, вот теперь для учеников окончательно ясен статус их учителя. Может быть не во всем, может быть понятно, что многое станет для них предметом последующего осмысления. И поэтому возникнет необходимость как бы в новом откровении. И поэтому дальше говорится я открыл им имя твое. То есть имя это сущность. Ученикам был открыт Бог. Но это открытие откровения оно не закончилось. И открою. Ученики и дальше будут познавать Бога таким, каким он явлен в Иисусе Христе. И познание Бога является одной из важнейших задач каждого христианина. Потому что надо считать, что это лишь занятие богословов и священнослужителей. Каждый человек, каждый последователь Иисуса Христа должен что-то уметь сказать о Боге, в которого он верует. Поэтому на самом-то деле эта задача, это вопрос, который стоит перед всеми нами. Мы вправе себя спросить, а чтобы мы могли рассказать о Боге, что мы о нем знаем, как себе его мыслям, что представляем. И конечно это знание оно не просто итог каких-то теоретических рассуждений, ознакомления с чем бы то ни было. Оно прежде всего является итогом живых отношений. Как бы если мы общаемся с человеком, мы познаем его, мы могли о нем прочитать что-то раньше, или кто-то нам что-то о нем рассказал, но эта информация она никогда не заменит подданного общения. И также в отношении с Богом, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет и я в них. И так в апостолах, во всех учениках и последователях Христа пребывает любовь Божия, потому что они являются детьми Божьими, и Бог любит их. И именно через понимание, через осмысление этой любви Божьей, которая обращена к нам, мы и познаем Бога. Это действительно живое знание, не только лишь теоретическое, не только лишь формальное, но и прежде всего это знание того практического опыта наших отношений с Богом. И вот именно из этого знания мы и черпаем свои сведения о Боге. И конечно это знание возможно только благодаря тому, что Христос соединился с нами, только благодаря той реальности, которая впоследствии апостолом Павлом будет формулирована как церковь является телом Христовым, а мы каждый в отдельности являемся его членами. и вот это единство с Богом новое, необычное, оно достигается благодаря спасительным страданиям Христовым, благодаря всему тому, о чем дальше будет рассказано евангелистам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дубровскому